Глава 17. Конец Андрей верхом остановился на батарее, глядя на дым орудия, из которого вылетело ядро. Глаза его разбегались по обширному пространству. Он видел только, что прежде неподвижные массы французов заколыхались, и что налево действительно была батарея. На ней еще не разошелся дымок. Французские два конные, вероятно, адъютанта, проскакали по горе. Под гору, вероятно, для усиления цепи, двигалась явственно видневшаяся небольшая колонна неприятеля. Еще дым первого выстрела не рассеялся, как показался другой дымок и выстрел. Сражение началось. Князь Андрей повернул лошадь и поскакал назад в грунт, отыскивать князя Багратиона. Сзади себя он слышал, как канонада становилась чаще и громче. Видно, наши начинали отвечать. Внизу, в том месте, где проезжали парламентеры, послышали сооруженные выстрелы. Ле-Маруа с грозным письмом Бонапарта только что прискакал к Мюрату, и престижный Мюрат, желая загладить свою ошибку, тотчас же двинул свои войска на центр и в обход обоих флангов, надеясь еще до вечера и до прибытия императора, раздавить ничтожный, стоявший перед ним отряд. «Началось вот оно», — думал князь Андрей, чувствуя, как кровь чаще начинала приливать к его сердцу. «Но где же? Как же выразится мой тулон?» — думал он. Проезжая между тех же род, которые ели кашу и пили водку четверть часа тому назад, он везде видел одни и те же быстрые движения строившихся и разбиравших ружья солдат, и на всех лицах узнавал он то чувство оживления, которое было в его сердце. «Началось! Вот оно! Страшно и весело!» — говорило лицо каждого солдата и офицера. Не доехав еще до строившегося укрепления, он увидел в вечернем свете паспортного осеннего дня, подвигавшихся ему навстречу верховых. Передовой в бурке и картузе со смушками ехал на белой лошади. Это был князь Багратион. Князь Андрей остановился, ожидая его, князь Багратион приостановил свою лошадь и, узнав князя Андрея, кивнул ему головой. Он продолжал смотреть вперед в то время, как князь Андрей говорил ему то, что он видел. Выражение началось, вот оно, было даже и на крепком карем лице князя Багратиона с полузакрытыми, мутными, как будто не выспавшимися глазами. Князь Андрей с беспокойным любопытством вглядывался в его неподвижное лицо и ему хотелось знать, думает ли и чувствует, и что думает, что чувствует этот человек в эту минуту. Есть ли вообще что-нибудь там за этим неподвижным лицом, спрашивал себя князь Андрей, глядя на него. Князь Багратион наклонил голову в знак согласия на слова князя Андрея и сказал, хорошо, с таким выражением, как будто все то, что происходило и что ему сообщали, было именно то, что он уже предвидел. Князь Андрей, запыхавшись от быстроты езды, говорил быстро. Князь Багратион произносил слова своим восточным акцентом особенно медленно, как бы внушая, что торопиться некуда. Он тронул, однако, рысью свою лошадь по направлению к батарее Тушина. Князь Андрей вместе со свитой поехал за ним. За князь Багратионом ехали свитский офицер, личный адъютант князя Жирков, ординарец дежурный штаб-офицер на англизированной красивой лошади и статский чиновник, аудитор, который из любопытства попросился ехать в сражение. Аудитор, полный мужчина с полным лицом, с наивной улыбкой радости оглядывался вокруг, трясясь на своей лошади, представляя странный вид в своей комлотовой шинели. На фурштадтском сетле среди гусар, казаков и адъютантов. «Тот хочет сражение посмотреть», — сказал Жирков Балконскому, указывая на аудитора. «Да под ложечкой уже заболело». «Ну, волна вам!» — проговорил аудитор, сияющий, наивный и вместе хитрой улыбкой, как будто ему лестно было, что он составлял предмет шуток Жиркова, и как будто он нарочно старался казаться глупее, чем он был в самом деле. «Трэй дролль, мон мэссиэ пронсс!» «Очень забавно, мой господин князь», — сказал дежурный штаб-офицер. Он помнил, что по-французски как-то особенно говорится титул «князь» и никак не мог наладить. В это время они все уже подъезжали к батарее Тушина, и впереди их ударилось ядро. «Что ж это упало?» — наивно улыбаясь, спросил аудитор. «Лебешки французские», — сказал Жирков. «Этим-то бьют, значит?» — спросил аудитор. «Страсть-то какая!» И он, казалось, распускался весь от удовольствия. Едва он договорил, как опять раздался неожиданный страшный свист, вдруг прекратившийся ударом во что-то жидкое. И «Ш-ш-шлеп!» — казак, ехавши несколько правее, и сзади аудитор с лошадью рухнул на землю. Жирков и дежурный штаб-офицер пригдулись к седлам и прочь поворотили лошадей. Аудитор остановился против казака со внимательным любопытством, рассматривая его. Казак был мертв, лошадь еще билась. Князь Багратион, прищурившись, оглянулся и, увидав причину пришедшего замешательства, равнодушно отвернулся, как будто говоря, стоит ли глупостями заниматься. Он остановил лошадь с приемом хорошего ездока, несколько перегонулся и выправил зацепившуюся за бурку шпагу. Шпага была старинная, не такая, какие носились теперь. Князь Андреев вспомнил рассказ о том, как Суворов Италии подарил свою шпагу Багратиону. И ему в эту минуту особенно приятно было это воспоминание. Они подъехали к той самой батарее, у которой стоял Балконский, когда рассматривал поле сражения. — Чья рота? — спросил князь Багратион у фейерверка, стоявшего у ящиков. Он спрашивал, чья рота, а в сущности он спрашивал, уж не робите ли вы тут. И фейерверкер понял это. — Капитана Туша, ваше превосходительство! — вытягиваясь, закричал веселым голосом рыжий с покрытыми вестушками лицом фейерверкер. — Так-так! — проговорил Багратион, что-то соображая, и мимо Передков проехал к крайнему орудию. В то время как он подъезжал из орудия этого, оглушая его и Смиту, зазвенел в выстрел. И в дыму вдруг окружившим орудие видны были артиллеристы, подхватившие пушку и торопливо напрягаясь, накатывавшие ее на прежнее место. Широкоблечье огромный солдат, первый с банником, широко растаяв ноги, отскочил к колесу, второй трясущейся рукой клал заряд в дуло. И большой сутоловатый человек, офицер Тушин, спотыкнувшись на хобот, выбежал вперед, не замечая генерала и выглядывая из-под маленькой ручки. — Еще две линии прибавь, как раз будет! — закричал он тоненьким голоском, которому он старался придать блацеватость, не шедшую к его фигуре. — Второе! — пробещал он. — Круши, Медведев! Багратион окликнул офицера, и Тушин робким и неловким движением совсем не так, как салютуют военные, а так, как благословляют священники, приложив три пальца к козырьку, подошел к генералу. Хотя орудия Тушина были назначены для того, чтобы обстреливать лощину, он стрелял бронскугелями по видневшейся впереди деревни Шангарабин, перед которой выдвигались большие массы французов. Никто не приказывал Тушину, куда и чем стрелять, и он, посоветовавшись своим эльфебелем Захарченком, которому имел большое уважение, решил, что хорошо было бы зажечь деревню. — Хорошо, — сказал Багратион на доклад офицера и стал оглядывать все открывавшееся перед ним поле сражения, как бы что-то соображая. С правой стороны ближе всего подошли французы. Пониже высоты, на которой стоял киевский полк, в лощине речки слышалось хватающе за душу перекатное трескотя оружие, и гораздо правее, за драгунами, свитский офицер указывал князю на обходившую наш план колонну французов. Налево горизонт ограничивался близким лесом. Князь Багратион приказал двум батальонам из центра идти на подкрепление направо. Свитский офицер осмелился заметить князю, что по уходе этих батальонов орудия останутся без прикрытия. Князь Багратион обернулся к свитскому офицеру и тусклыми глазами посмотрел на него молча. Князю Андрею казалось, что замечание свитского офицера было справедливое, и что действительно сказать было нечего. Но в это время прискакал адъютант от полкового командира, бывшего в лощине, с известием, что огромные массы французов шли низом, что полк расстроен и отступает киевским гренадерам. Князь Багратион наклонил голову в знак согласия и одобрения. Шагом поехал он направо и послал адъютанта к драгунам с приказанием атаковать французов. Но посланный туда адъютант приехал через полчаса с известием, что драгунский полковой командир уже отступил за овраг, ибо против него был направлен сильный огонь. И он понапрасну терял людей, и потому спешил стрелков в лес. Хорошо, сказал Багратион. В то время, как он отъезжал от батареи налево, тоже послышались выстрелы к лесу. И так как было слишком далеко до левого фланга, чтобы успеть самому приехать вовремя, князь Багратион послал туда Жиркова сказать старшему генералу, тому самому, который представлял полку Тузбу и Браунау, чтобы он отступил сколь можно по спешке и за овраг. Потому что правый фланг, вероятно, не в силах будет долго удерживать неприятеля. Протушено же и батальон, прикрывавший его, было забыто. Князь Андрей тщательно прислушивался к разговорам князя Багратиона с начальниками и к отдаваемым им приказаниям, и с удивлением замечал, что приказаний никаких отдаваемо не было, а что князь Багратион только старался делать вид, что все, что делалось по необходимости, случайности и воле частых начальников, чтобы все это делалось хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями. Благодаря такту, который выказывал князь Багратион, князь Андрей замечал, что, несмотря на эту случайность событий и независимость их от воли начальника, присутствие его сделало чрезвычайно много. Начальники с расстроенными лицами, поддержавшие князя Багратиона, становились покойны, солдаты и офицеры весело приветствовали его и становились оживленнее в его присутствии и, видимо, щеголяя перед ним своей храбростью. Голова 18-я Князь Багратион выехал на самый высокий пункт нашего правого фланга, стал спускаться к низу, где слышалась перекатная стрельба и ничего не видно было от порохового дыма. Чем ближе они спускались к лошине, тем менее им становилось видно, но тем чувствительнее становилось близость самого настоящего поля сражения. Им стали встречаться раненые, одного с окровавленной головой без шапки тащили двое солдат под руки. Он хрипел и плевал. Пуля попала, видно, в рот или в горло. Другой встретившийся им бодро шел один без ружья громко, оха и махая от свежей боли рукою, из которой кровь лилась, как из тклянки на его шене. Лицо его казалось больше испуганным, чем страдающим. Он минуту тому назад был ранен. Переехав дорогу, они стали круто спускаться и на спуске увидали несколько человек, которые лежали. Им встретилась толпа солдат, в числе которых были и не ранены. Солдаты шли в гору, тяжело дыша, и, несмотря на вид генерала, громко разговаривали и махали руками. Впереди в дыму уже были видны ряды серых шинелей, и офицер, увидав Багратиона, с криком побежал за солдатами, шедшими толпой, требуя, чтобы они воротились. Багратион подъехал к рядам, по которым то там, то здесь быстро щелкали выстрелы, заглушая говор и командные крики. Весь воздух пропитан был пороховым дымом. Лица солдат все были закопчены порохом и оживлены. Иные забивали шампалами, другие посыпали на полки, доставали заряды и сумок, третьи стреляли. Но в кого они стреляли, этого не было видно, от порохового дыма, неуносимого ветром. Довольно часто слышались приятные звуки жужжания и свистения. «Что это такое?» — думал князь Андрей, подъезжая к этой толпе солдат. «Это не может быть атака, потому что они не двигаются. Не может быть, каре, они не так стоят. Худощавый, слабый на вид старичок, полковой командир с приятной улыбкой, с веками, которые больше чем наполовину закрывали его старческие глаза, придавая ему кроткий вид, подъехал к князю Багратиону и принял его как хозяин дорогого Костя. Он доложил к князю Багратиону, что против его полка была конная атака французов, но что, хотя атака эта отбита, полк потерял больше половины людей. Полковой командир сказал, что атака была отбита, придумав это военное название тому, что происходило в его полку. Но он действительно сам не знал, что происходило в эти полчаса во веренных ему войсках и не мог с достоверностью сказать, была ли отбита атака или полк его был разбит атакой. В начале действий он знал только то, что по всему его полку стали летать ядра и гранаты и бить с людей, что потом кто-то закричал «Конница!» и «Наши» стали стрелять. И стреляли до сих пор уже не в конницу, которая скрылась, а в пеших французов, которые показались волочине и стреляли по нашему. Князь Багратион наклонил голову в знак того, что все это было совершенно так, как он желал и предполагал. Обратившись к адъютанту, он приказал ему привезти в горы два батальона 6-го егерского, мимо которых они сейчас проехали. Князь Андрея поразила в эту минуту перемена, происшедшая в лице князя Багратиона. Лицо его выражало ту сосредоточенную и счастливую решимость, которая бывает у человека, готового в жаркий день броситься в воду и берущего последний разбег. Не было ни невыспавшихся тусклых глаз, ни притворно-глубокомысленного вида. Круглые, твердые, ястребенные глаза, восторженные и несколько презрительно смотрели вперед, вот, очевидно, ни на чем не останавливаясь, хотя в его движениях оставалась прежде медлительность и размеренность. Болговой командир обратился к князю Багратиону, упрашивая его отъехать назад, так как здесь было слишком опасно. «Помилуйте, ваше сиятельство, ради бога!» — говорил он за подтверждением, взглядывая на свитского офицера, который отвертывался от него. «Вот, изволите видеть!» — он давал заметить пули, которые беспрестанно бежали, пели и свистали около них. Он говорил таким тоном просьбы и упрека, с каким полотник говорит взявшемуся за топор барину, «Наше дело привычное, а вы ручки намазолите!» Он говорил так, как будто его самого не могли убить эти пули, и его полузакрытые глаза придавали его словам еще более убедительное выражение. Штаб-офицер присоединился к увещанию полкового командира. Но князь Багратион не отвечал им и только приказал перестать стрелять и построиться так, чтобы дать место подходившим двум батальонам. В то время, как он говорил, будто невидимой рукой потянулся справа налево от поднявшегося ветра полок дыма, скрывавший лачину, и противоположная гора с двигающимися по ней французами открылась перед ним. Все глаза были неволе устремлены на эту французскую колонну, подвигавшуюся к нам и извивавшуюся по уступам местности. Уже видны были мохнатые шапки солдат. Уже можно было отличить офицеров от рядовых. Видно было, как трепалась одревка их с нами. «Славные идут», — сказал кто-то в свите Багратиона. Голова галлонная спустилась уже в лачину. Столкновение должно было произойти на этой стороне спуска. Отстатки нашего полка, бывшего в деле, поспешно строясь, отходили вправо. Из-за них, разгоняя отставших, подходили стройные два батальона шестого егерского. Они, еще не поравнявшись с Багратионом, а уже слышен был тяжелый груздый шаг, отбиваемый в ногу всею массой людей. С левого фланга шел ближе всех к Багратиону рот и командир. Круглолицый, статный мужчина с глупым, счастливым выражением лица, тот самый, который выбежал из балагана. Он, видимо, ни о чем не думал в эту минуту, кроме того, что он молодцом пройдет мимо начальства. С фрунтовым самодовольством он шел легко на мускулистых ногах. Точно он плыл без малейшего усилия, вытягиваясь и отличаясь этой легкостью от тяжелого шага солдат, шедших по его шагу. Он нес у ноги вынутую тоненькую-утенькую шпагу, гнутую шпажку, не похожую на оружие, и, оглядываясь то на начальство, то назад, не теряя шагу, гибко поворачивался всем своим сильным станом. Казалось, все силы души его были направлены на то, чтобы наилучшим образом пройти мимо начальства и, чувствуя, что он исполняет это дело хорошо, он был счастлив. — Левый! 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 — казалось, внутренно приговаривал он через каждый шаг, и по этому такту с разнообразно строгими лицами двигалась стена солдатских фигур, оттягченных ранцами и ружьями. Как будто каждый из этих сотен солдат мысленно через шаг приговаривал «Левый! Левый! Левый!» Толстый майор, пыхтя и разрознивая шаг, обходил куст по дороге. Отставший солдат, запыхавшись с испуганным лицом за свою неисправность, рысью догонял роту. Ядро, нажимая воздух, пролетело над головой князя Баградиона и свиты, и в такт левый, левый ударилась в колонну. «Собглись!» — послышался щеголяющий голос ротного командира. Солдаты другой обходили что-то в том месте, куда упало ядро. Старый кавалер, фланговый унтер-офицер, отстав около убитых, догнал свой ряд, подпрыгнув, переменил ногу, попал в шаг и сердито оглянулся. «Левый! Левый! Левый!» — казалось, слышалось из-за угрожающего молчания и однообразного звука, единовременно ударяющих о землю ног. «Молодцами, ребята!» — сказал князь Багратион. «Ради... Ого-го!» — раздалось по рядам. Угрюмый солдат, шедший слева, крича, оглянулся глазами на Багратиона с таким выражением, как будто говорил «Сами знаем, другой, не оглядываясь и как будто боясь развлечься, разинув, рот кричал и проходил». Велено было остановиться и снять ранцы. Багратион объехал прошедшие мимо его ряды и слез с лошади. Он отдал казаку поводья, снял и отдал бурку, расправил ноги и поправил на голове картуз. Голова французской колонны с офицерами впереди показалась из-под горы. «С Богом!» — проговорил Багратион, твердым, слышным голосом на мгновение обернулся к фронту и, слегка размахивая руками, неловким шагом кавалериста, как бы трудясь, пошел вперед по неровному полю. Князь Андрей чувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет его вперед и испытывал большое счастье. Все произошло в килограмм, которое было вчера, говорили. «Лоса» — это действительно ко-то нападает, что с большим шагом властвии, рейт с другими шагом, который был прибыл, чтобы приступать в войну, достаточно. «Лоса» — это действительно было рейт с динамом, а DAY-кан-каном, и две-тинамы. Русские вели себя доблестно, и вещь редкая на войне. Две массы пехоты шли решительно одна против другой, и ни одна из двух не уступала до самого столкновения. Слова Наполеона. Несколько русских батальонов проявили бесстрашие. Уже близко становились французы. Уже князь Андрей, шедший рядом с Багратионом, ясно различал перевязи, красные полеты, даже лица французов. Он ясно видел одного старого французского офицера, который вывернутыми ногами в штиблетах с трудом шел в гору. Князь Багратион не давал нового приказания и все так же молча шел перед рядами. Вдруг между французами треснул один выстрел, другой, третий, и по всем расстроившимся неприятельским рядам разнесся дым и затрещала пальба. Несколько человек наших упало, в том числе и круглолицый офицер, шедший так весело и старательно. Но в то же мгновение, как раздался первый выстрел, Багратион оглянулся и закричал «Ура! Ура!» Протяжным криком разносилось по нашей линии и обгоняя князя Багратиона и друг друга, не стройную, но веселой оживленной толпой побежали наши под гору за расстроенными французами. Глава 19 Атака 6-го Егерского обеспечила отступление правого фланга. В центре действия забытой батареи Тушина, успевшего зажечь Шенграбен, останавливало движение французов. Французы тушили пожар, разносимый ветром, и давали время отступать. Отступление центра через овраг совершилось постепенно и шумно, а так войска, отступая, не путались с командами. Но левый фланг, который единовременно был атакован и обходим превосходными силами французов под начальством Ланна, и который состоял из Азовского и Подольского пехотных и Павлоградского гусарского полков, был расстроен. Баградзион послал Жиркова к генералу левого фланга с приказанием немедленно отступать. Жирков бойко, не отнимая руки от фуражки, тронул лошадь и поскакал. Но едва только он отъехал от Баградзиона, как силы изменили ему. На него нашел непреодолимый страх, и он не мог ехать туда, где было опасно. Подъехав к войскам левого фланга, он поехал не вперед, где была стрельба, а стал отыскивать генералы и начальников там, где их не могло быть, и потому не передал приказания. Командование левым флангом принадлежало по старшинству полковому командиру того самого полка, который представлялся под Браунау Кутузову, и в котором служил солдатом Долухов. Командование же крайнего левого фланга было предназначено командиру Павлоградского полка, где служил Ростов, вследствие чего произошло недоразумение. Оба начальника были сильно раздражены друг против друга, и в то самое время, как на правом фланге давно уже шло дело, и французы уже начали наступление, оба начальника были заняты переговорами, которые имели целью оскорбить друг друга. Полки же, как кавалерийский, так и пехотный, были весьма мало приготовлены к предстоящему делу. Люди полков от солдата до генерала не ждали сражения и спокойно занимались мирными делами. Кормлением лошадей в коннице, собиранием дров в пехоте. «Есть он, однако, старше моего в чином», — говорил немец гусарский полковник Красея и обращаясь к подъехавшему адъютанту. «То оставляй его делать, как он хочет. Я своих гусар не могу жертвовать. Трубач, играй отступление!» Но дело становилось к спеху. Кананада и стрельба, сливаясь, гребели справа и в центре. И французские капоты стрелков Лана проходили уже плотину мельницы и выстраивались на этой стороне в двух ружейных выстрелах. Пехотный полковник, сдрагивающий походкой, подошел к лошади и, влезший на нее и сделавшись очень прямым и высоким, поехал к павлоградскому командиру. Полковые командиры съехались с учтивыми поклонами и со скрываемой узлобой в сердце. «Опять-таки, полковник», — говорил генерал, — «сне могу я, однако, оставить половину людей в лесу». «Я вас прошу, я вас прошу», — повторил он, — «занять позицию и приготовиться к атаке». «А вас прошу, не мешивайтесь, не свое дело», — отвечал горячаясь полковник. «Коли бы вы был кавалерист». «Я не кавалерист, полковник, но я русский генерал, и ежели вам это неизвестно». «Очень известно ваше превосходительство», — вдруг скрикнул, трогая лошадь, полковник, и делаясь красно-багровым. «Не угодно ли пожаловать в цепи, и вы будете посмотреть, что эта позиция никуда не годна? Я не хочу истребить своя полка для вашего удовольствия». «Не забывайтесь, полковник, я не удовольствие свое соблюдаю, и говорить этого не позволю». Генерал, принимая приглашение полковника на турнир храбрости, выпрямив грудь и нахмурившись, поехал с ним вместе по направлению к цепи, как будто все их разногласие должно было решиться там, в цепи, под пулями. «Они приехали в цепь, несколько пуль пролетело над ними, и они молча остановились. Смотреть в цепи нечего было, так как из того моста, на котором они прежде стояли, ясно было, что по кустам и оврагам кавалерии действовать невозможно, и что офицеры обходят левое крыло. Генерал и полковник строго и значительно смотрели, как два петуха, готовящиеся к бою друг на друга, напрасно выжидая признаков трусости. Оба выдержали экзамен, так как говорить было нечего, и ни тому, ни другому не хотелось подать повод другому сказать, что он первый выехал из-под пуль. Они долго простояли бы там, взаимно испытывая храбрость, ежели бы в это время в лесу почти сзади их не послышались трескотня ружей и глухой сливающийся крик. Французы напали на солдат, находившихся в лесу с дровами. Гусарам уже нельзя было отступать вместе с пехотой. Они были отрезаны от пути отступления налево французской цепью. Теперь, как неудобна была местность, необходимо было атаковать, чтобы проложить себе дорогу. Эскадрон, где служил Ростов, только что успевший сесть на лошадей, был остановлен лицом к неприятелю. Опять, как и на Энском мосту, между эскадроном и неприятелем никого не было. И между ними, разделяя их, лежала та же страшная черта неизвестности и страха, как бы черта, отделяющая живых от мертвых. Все люди чувствовали эту черту, и вопрос о том, перейти ли или нет, и как перейдут они черту, волновал их. Ко фронту подъехал полковник, сердито ответил что-то на вопрос офицеров, и как человек, отчаянно настаивающий на своем, отдал какое-то приказание. Никто ничего определенного не говорил, но по эскадрону пронеслась молва об атаке. Раздалась команда по строению, потом звезднули сабли, вынутые из ножен, но все еще никто не двигался. Войска левого фланга и пехоты, и гусары чувствовали, что начальство само не знает, что делать, и нерешимость начальников сообщалась войскам. Поскорее бы, думал Ростов, чувствуя, что наконец-то наступило время и сведоценносложнение атаки, про которое он так много слышал от товарищей гусаров. — С Богом, ребята! — прозвучал голос Денисова. — Гысаю магш! В переднем ряду заколыхались крупы лошадей. Градчик потянул по воде и сам тронулся. Справа Ростов видел первые ряды своих гусар, а еще дальше впереди виднелась ему туманная полоса, которую он не мог рассмотреть, но считал неприятелем. Выстрелы были слышны, но в отдалении. — Прибавь, рысей! — послышал из команды, и Ростов чувствовал, как поддает задом, перебивая в голоб его грачек. Он вперед угадывал его движение, и ему становилось все веселее и веселее. Он заметил одинокое дерево впереди. Это дерево сначала было впереди на середине той черты, которая казалась столь страшной. А вот и перешли эту черту, и не только ничего страшного не было, но все веселее и оживленнее становилось. — Ох, как я рубану его! — думал Ростов, сжимая в руке эфес сабли. — О-о-о! — загудели голоса! — Ну, попадись теперь, кто бы ни был! — думал Ростов, вдавливая шпоры грачеку и, перегоняя других, выпустил его во весь карьер. Впереди уже виден был неприятель. Вдруг, как широким веником, стегнуло что-то по эскадроду. Ростов поднял саблю, готовясь рубить, но в это время, впереди скакавший солдат, Никитенко отделился от него, и Ростов почувствовал, как во сне, что продолжает нести с неестественной быстротой вперед и вместе с тем остается на месте. Сзади знакомый гусар Бондарчук наскакал на него и сердито посмотрел. Лошадь Бондарчука шарахнулась, и он обскакал мимо. — Что же это? Я не двигаюсь? Я упал? Я убит? — в одно мгновение спросил и ответил Ростов. Он был уже один посреди поля. Вместо двигавшихся лошадей и гусарских спин он видел вокруг себя неподвижную землю и жгебье. Сеплая кровь была под ним. — Нет, я ранен. И лошадь убита. Грачек поднялся было на передние ноги, но упал, придавив седоку ногу. Из головы лошади текла кровь. Лошадь билась и не могла встать. Ростов хотел подняться и упал тоже. Ташка зацепилась за седло. Где были наши, где были французы, он не знал. Никого не было кругом. Высвободив ногу, он поднялся. — Где? С какой стороны была теперь та черта, которая так резко отделяла два войска? Он спрашивал себя и не мог ответить. — Уже не дурное ли что-нибудь случилось со мной? — Бывают ли такие случаи? — И что надо делать в таких случаях? — спросил он сам себя, обставая. И в это время почувствовал, что что-то лишнее висит на его левой онемевшей руке. Кисть ее была как чужая. Он оглядывал руку, тщетно отыскивая на ней кровь. — Ну, вот и люди, — подумал он, радостно увидев несколько человек, бежавших к нему. — Они мне помогут. Впереди этих людей бежал один в странном кивере и в синей шинели, черный, загорелый, с горбатым носом. Еще два и еще много бежало сзади. Один из них проговорил что-то странное, нерусское. Между задними такими же людьми в таких же киверах стоял один цар. Его держали за руки, позади его держали его лошадь. — Верно, наш пленный. — Да, неужели и меня возьмут? — Что это за люди? Все думал Ростов, не веря своим глазам. — Неужели французы? Он смотрел на приближавшихся французов, и несмотря на то, что за секунду скакал только за тем, чтобы настигнуть этих французов и изрубить их, близость к ним казалась ему теперь так ужасна, что он не верил своим глазам. — Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? Меня? Кого так любят все? Ему вспомнилась любовь к нему, его матери, семьи, друзей, и намерение неприятеля убить его показалось невозможно. А может, и убить? Он более десяти секунд стоял, не двигаясь с места и не понимая своего положения. Передний француз с горбатым носом подбежал так близко, что уже видно было выражение его лица. И разгоряченная чужая физиономия этого человека, который со штыком наперевес, сдерживая дыхание, легко подбегал к нему, испугала Ростова. Он схватил пистолет и вместо того, чтобы стрелять из него, бросил им французы и побежал к кустам, чтобы было силой. Не с тем чувством сомнений борьбы, с каким он ходил на Энский мост, бежал он, а с чувством зайца, убегающего от собак. Одно нераздельное чувство страха за свою молодую счастливую жизнь владело всем его существом. Быстро перепрыгивая через межи, с той стремительностью, с которой он бегал, играя в горелки, он летел по полю, изредка оборачивая свое бледное, доброе молодое лицо, и холод ужаса пробегал по его спине. Нет, лучше не смотреть, подумал он, но подбежав к кустам, оглянулся еще раз. Французы отстали, и даже в ту минуту, как он оглянулся, передний только что переменил рысь на шаг и, обернувшись, что-то сильно кричал заднему товарищу. Ростов остановился. Что-нибудь не так, подумал он. Не может быть, чтобы они хотели убить меня. А между тем, левая рука его была так тяжела, как будто двухпудовая гиря была привешена к ней. Он не мог бежать дальше. Француз остановился тоже и прицелился. Ростов зажмулился и нагнулся. Одна, другая пуля пролетела, шужа мимо него. Он собрал последние силы, взял левую руку в правую и побежал до кустов. В кустах были русские стрелки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова